Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей на Лигу Европы. Это второе из двух видео. Обязательно посмотрите первое. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки и дополнительные бесплатные прогнозы я буду укладывать в телеграм-канале. Там же у нас есть замечательный чат, где более 1200 участников. Присоединяйтесь, там можно всегда обсудить свои ставки, увидеть ставки других. Начнем с первого поединка. Наполе играет против Гранаты. В первом матче Граната переграл Наполе 2-0. Я не удивился этому результату. Граната, в принципе, заслужила этот результат. У Наполе не было особо много моментов. В том поединке. И, конечно, это во многом связано с кадровой ситуацией у Наполе. Потому что в этом матче все еще не сыграют Мертен, Спитане, Аспина, Манолос, Лассана, Деми, Хюсай. Плюс Асимхен под вопросом в концовке матча против Таланты. Он получил травму головы. К счастью, обошлось без сотрясения мозга. Но тоже под вопросом ее участия в этом поединке. Однако, по сравнению с первым матчем, возвращается Кулебали. Это, конечно, важный игрок, важный лидер. Но вообще человек, который в обороне хорош. Да и всегда на стандартах может сказать свое слово. На выходных Наполе, ожидаемо, уступило Таланте. 4-2. 4 поражения в 5 матчах у них. Но заметьте, все эти поражения гостевые. Дома же Наполе одержит 5 побед в последних 6 матчах. Никому не проигрывает. Даже 1-0 и Венус переграли. Пускай и с большим везением. 2-0 паром победили. Что касается Гранады, то это команда более низкого уровня. Поэтому в Неаполе все-таки я считаю, что Наполе является фаворитом. Я верю, что Гранада пройдет следующий раунд. Но, по крайней мере, победу одержать Наполе в ответном матче должен. К тому же у Гранады довольно-таки много травмированных футболистов. Тоже это Эреро, Суаро, Сальдадо, Милья, Соро. И на выходных они уступили 3-2 Уэски. Применяя масштабнейшую ротацию. На тот результат особого внимания обращать не стоит. Но, тем не менее, на выезде Гранады все равно уступают заметно хуже, чем у себя дома. Даже в чемпионате Испании. До 2 сыграли с Леванты, где им сильно повезло, но в последних секундах они отыгрались. 3-1 уступили Сасуни, 2-0 Эйбуру и Реалу. Так что в этом поединке я вижу такой сценарий. Наполе с первых минут понесется вперед. Возможно, забьет уже в первом тайме какой-нибудь ранний гол. Или, может быть, получит контратаку и Гранада забьет. И в втором тайме тоже обязательно будет интересный футбол. И должны быть голы. При этом верю, что Наполе победит, но следующий раунд пройдет Гранад. Так что две ставки у меня. Первая. Голы в обоих таймах. Коэффициент 1,65. 2900 рублей оставлю. Вторая ставка. Победа Наполе в 1 или 2 мяча. Коэффициент 2,15. 2500 рублей оставлю. PSV играет против Олимпиакоса. В первом матче Олимпиакоса победила 4-2. Какой-то невероятный матч был. До матча букмекеры на тутлу больше давали какие-то огромные коэффициенты. Никто не верил, что будет много забитых голов. В итоге 6 голов мы увидели. Но надо признаться, что все-таки это стечение обстоялись. Потому что особенно первые 2-3 голы не без везения были забиты. Не в каждом матче такие голы залетают. И такие ситуации происходят. Я считаю, что этот поединок будет гораздо более закрытый. Этот поединок будет менее результативный. Да и команды для тутлу больше не особо подходящие. Да, может быть PSV это довольно результативная команда. Но в основном это в рамках чемпионата Нидерланд. Хотя даже в своем местном чемпионате в 5 из 8 последних игр, матчах с их участием, забиваются 3 и менее голов. Олимпиакос это вообще низовая команда. Даже в своем местном чемпионате в 5 матчах подряд забиваются 3 и менее голов. И в Лиге чемпионов на групповом этапе во всех 6 матчах тоже забивалось либо 3, либо меньше голов. Вот сейчас там тутлу меньше 2,5. Даже ставка проходила. Да и тем более, что учитывая, что у Олимпиакоса есть большое преимущество после первого матча в 2 гола. Да, естественно они не будут играть в открытый футбол в ответном поединке. Они спокойно закроются, будут организованно обороняться, стараться много не пропустить и редко выбегать в контратаке. Олимпиакос более организованная и опытная команда. Поэтому я уверен, что с этой задачей они справятся. Поэтому для Динары я беру тутлу меньше 3, коэффициент 1,78, 3000 рублей я ставлю. Дальше идем. Милан играет против Сырвенной Звезды. В первом матче команда сыграли 2-2. Там Милан небольшую ротацию проводил, но ведь Сырвен Звезд досталась в меньшинстве. Милан вел 2-1 и на последней 93-й минуте после углового Сырвена забила в меньшинстве и отыгралась. Но в итоге вот этот матч, конечно, все равно Милан фаворит. Однако не забываем то, что впереди у них важный матч с Ромой в чемпионате. Поэтому я думаю, что Милан постарается победить и сделает это малой кровью. В чемпионате у Милана дела не ладятся. Вообще наблюдается спад формы. 0-3 были разгромлены Интером в миланском дерби, 2-0 до этого специи. Проиграли 8 из 9 игр. В серии тотал меньше 3-5 у Милана проходит. Сырена Звезды тоже не в оптимальной форме, потому что команда меньше месяца назад начала проводить официальные матчи после перерыва. И, в общем-то, команда тоже малорезультативная. Я уверен, на выезде против Милана не поставят автобусы, будут играть вторым номером. Например, на грубом этапе Лиги Европы они играли против Хофенхайма. 2-0 на выезде уступили, весь матч сидели на своих воротах. И дома сыграли с ними 0-0. В 5-6 матчах в Лиге Европы на грубом этапе тотал меньше 3-5 у Сырена ставка проходила. Так что здесь у меня две ставки. Первый 1х плюс тотал меньше 3-5, коэффициент 1.76, 2800 рублей я ставлю. И столько же ставлю на фору минус 1 на Милан за коэффициент 1.70. Аякс играет против Лили. В первом матче Аякс переиграл Лили во Франции 1-2. Все три гола были забиты в втором тайме. Лили открыл счет после ошибки обороны Аякса. Но затем был назначен на возле довольно сомнительный пенальти ворота Лили. Аякс отыгрался, а в концовке забил еще один победный гол. Я не скажу, что Аякс играл хуже Лили в первом матче. На мой взгляд, игра была плюс-минус равной. Но результат действительно мог бы быть другим. Потому что два свои гола Аякс забил уже практически в концовке. И несмотря на то, что после первого матча у Аякса есть преимущество в один гол. Естественно, Аякс не будет играть прям вторым номером против Лили в домашнем матче. Это не та команда. У них есть свой собственный стиль. И они не будут от него отказываться. Аякс довольно много пропускает. Вот даже минувших выходных они хоть и переиграли Спарту 4-2. Но даже такой слабой команды два гола пропустили. Лиль даже несмотря на то, что лидирует чемпионате Франции. Все равно, я уверен, захочет пройти следующий раунд Лиги Европы. Они действительно старались в первом матче. Я не скажу, что Лиль находится в плохой форме. Потому что чемпионате Франции одержат 8 побед в последних 9 матчах. На выходных 1-4 на выезде Лориан разгромили. Ну и в Лиге Европы тоже Лили нас удивлял. Даже в выездных матчах они, например, 0-3 Милан победили на выезде. Поэтому в этой паре не все еще решено. Лиль понимает, что им нужно обязательно забивать. Я уверен, что Лиль забьет. Но и вряд ли Аякс уйдет без забитого гола. Так что 3000 рублей я разделил на две ставки. 1600 рублей ставлю на обе забьют. За коэффициент 1,71. И 1400 рублей ставлю на тотал больше 2,5. За коэффициент 1,82. И Динамо Загреб играет против Краснодара. Первый матч Загреб победил 2-3. Все началось с невероятного давления Динамо на ворот Краснодара. Несмотря на то, что Тогосио поединок был. Первые 15 минут Загреб играл намного лучше. Краснодара ничего не получалось. В итоге заслуженно Загреб вышел вперед. А затем Краснодар прибрал инициативу собственным рукам и ногам. Краснодар сравнял счет. И в принципе во втором тайме больше времени уже проводил в атаках. Но все равно ошибки в обороне. Плюс Городов играл. Довольно-таки неуверенно. Сафону сейчас травмирован. Или просто его отцепили. Или непонятно в Краснодаре эта информация не разглашается. Но вообще история странная. Потому что даже на чемпионат не хотели на второй круг заявлять. В общем в итоге после первого матча Динамо Загреб имеет хорошее преимущество. И команда в отличной форме прибывает. Они уже много матчей после перерыва провели в своем местном чемпионате. И выведено было в первом матче то, что физически Динамо Загреб намного лучше готов. Плюс на минувших выходных они еще и отдыхали. Поэтому у них был полный недельный цикл, чтобы к ответу матчу против Краснодара подготовиться. Краснодар же против Загреба проводил свой первый официальный матч после долгого перерыва. Видно было, что команда не идеальна. Это подтвердили и там тренеры, и футболисты. И на выходных Краснодару пришлось проводить еще один матч против Сочи. Вылетели от них в Кубке 1-2. Таким образом неудачный результат от Краснодара. Ошибки в обороне. Много пропускает. Но ничего не остается, как от этого матча идти вперед и забивать. И мне кажется, что Краснодар вполне должен забить в этом матче. Но все равно для меня Загреб является очевидным фаворитом в этом поединке. Так что следующие ставки. Первая. Фора 1-0 на Динамо Загреб. Коэффициент не 66. 3000 рублей оставлю. Вторая ставка. Обе забьют. Коэффициент не 73. 2900 рублей оставлю. Еще экспресс специально для вас. В этом же матче я беру. Недуальный тотал Динамо больше на ОЗ. Коэффициент не 42. Фора плюс один на Олимпиак ОЗ. Коэффициент не 44. Общий коэффициент экспресса 2.04. 3000 рублей оставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. В телеграме вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы по ссылке в описании. Там же у нас есть замечательный чат. Всем вам желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео.